Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня у нас обзор покупки сайта Ikea. Повторюсь опять же, что у них есть такая прекрасная услуга, как доставка почты России. Все приходит хорошо упаковано. Я уже распаковала, конечно, все, но это пришло вот в такой бумаге, в гофрированной бумаге. Она такая очень мягкая и ничего не побилось. Никаких сколов, вообще ничего нет. Потому что я еще заказывала стеклом, то есть могли, конечно, на почте России что-нибудь побить, как обычно бывает. Нет, кстати, почта России, опять же, хочу повториться. Очень хорошо стала работать. Качественно, быстро и без всяких проблем, очень удобно. Хотела вам показать и рассказать про мою маленькую покупку в Ikea. Опять заказала себе крючки. Они обычные, железные. С другой стороны здесь двухсторонний скотч. Очень хорошо клеятся на дерево, на кафель. Не знаю, в принципе, на все клеила, везде хорошо держат. Мне нравятся они, то, что они очень лаконичны, ничего лишнего. И подойдут и в кухню, и в ванную, и в детскую. И вот куда ваша только душа захочет прилепить их. Можно на лоб, наверное. Заказала, значит, один набор. Набор три штуки. Вот такие. Куда-нибудь прилеплю. Заказала все почтой России. Так как сейчас нахожусь далеко от Москвы. И от магазинов Ikea. И я думаю, смысла нет ехать за вот этим маленьким набором. А порадовать себя, свою душу, все-таки можно и нужно. Кстати, доставка была почтой России всего лишь 200 рублей. Все очень быстро доставили. Весь товар пришел за четыре дня. То есть я считаю, это очень быстро. Все отслеживалось, где находится посылка. От сбора посылки до выдачи заказчику. То есть мне. Следующее, то, что я заказала, немножко я, конечно, прогадала. Если честно, это вот такая ваза. Она маленькая. Я почему-то подумала, что она будет большой. Я не знаю. Вот мне кажется, что я такую же покупала. И она была больше размера. Просто я выбрала не ту позицию. И пришла такая маленькая ваза. Но знаете, она тоже очень полезная будет в доме. Можно поставить какие-то маленькие цветы. Либо просто на стол. Короче, она мне прям понравилась. Кстати, ее еще можно использовать как подсвечник. Очень хорошо будет здесь свеча. Как раз будет стоять без всяких проблем. Можно будет засыпать чем-нибудь красивым, какими-нибудь камушками, да, оригинальными. И будет замечательно. Купила порадует свою душу. Ну, так я люблю у них свечи. Ну, просто обожаю я их свечи. Это ароматизированная свеча. Ароматом яблока. Вот такая вот она. Кстати, написано 25 часов можно ее жечь. То есть на 25 часов. Ну, здесь инструкция вся написана. Какие-то там, что можно, что нельзя. Как обычно. И запах зеленого яблока. Она, кстати, очень хорошо распространяется по квартире, по комнате. А еще самое главное, знаете, почему я беру именно свечи в стекле в таком вот. Потому что когда свеча вся сгорает, я все вымываю, вычищаю и использую потом как обычный стакан. Самый обычный настоящий стакан. То есть как бы вы не выбросите это никуда. И у меня уже целый набор, у меня уже 6 штук этих стаканчиков. Можно есть мороженое, можно пить сок, можно пить воду. Ну, что угодно, что захотим. Кстати, даже и вино можно пить. Почему бы и нет. Заказала себе вот такие вот баночки подсыпучие. Очень они мне нравятся. Они классные. Также можно здесь хранить спагетти. Потому что спагетти, они же высокие, длинные. И всегда, вот это, знаете, полушкафчик, они там рассыпаются, что-то с ними происходит. Здесь удобно засыпал. И они хранятся. Никакие там жучки-паучки, ничего не залезет, вода не попадет. Все очень удобно. Кстати, они недорогие тоже. Прямо взять один раз и надолго их хватит. Вот, взяла пять штук. Как раз поставить в шкафчик на кухню. Все поместится. Гречку, вермишель, рис. Очень, знаете, еще я для чего взяла? Грибы. Мы сушим грибы. Собираем грибы и сушим. И засыпаем в такие вот баночки. Очень удобно и классно. У меня мама постоянно засыпает в трехлитровую банку. Ну, надоели они мы эти трехлитровые банки. Ну, что за колхоз? Я решила сделать нормально. Следующее, то, что я купила, это пакеты. Купила пакеты замком. Зачем эти пакеты я беру? Вообще, они, конечно, пригодятся много. Для чего? Взяла три упаковки. Одну раскрыла. Показать вам. Можно хранить что угодно в них. Но мы взяли для заморозки. Сейчас клубника идет. Что там? В общем, ягода. Потом можно зелень. Зелень мы режем и замораживаем. Ну, значит, вот такой вот пакет. Побольше. И немножко поменьше. Вот такой вот поменьше пакет. Тоже немножко я прогадала с размером. Потому что я хотела побольше. Все-таки у них там есть серия. Прям они большие. Большие пакеты. И можно было бы сразу туда все понабить. Собрать и замораживать. Значит, вот эти вот два пакета. Ну, знаете, в принципе, размеры это тоже хорошие. Он тоже пригодится. Вот это, например, под зелень можно. А это вот под клубнику. И их 34 штуки здесь. Они вот в такой коробке идут. Очень удобные. И заказала три упаковки. Вот эти две и вот эту третью. Прям вот самый, прям советую реально, кто, у кого есть свой дом, либо просто его фрукты можете купить, да, и заморозить в морозилке. Прям без всяких проблем. Не пропускает запах. И хорошо хранится это. Не знаю, я вообще часто их покупаю. И всегда все храню в этом. Ну, еще одна моя покупка. Это такая баночка. Баночку я себе тоже покупала в Москве, в Икее. Я брала себе под мед. У меня мед хранится. Почему? Мне очень нравятся эти баночки, так как у них здесь крышка, и она герметичная там. Короче, она герметичная крышка, вот эта. И туда не попадет ни пыль, ни какие-то там, я не знаю, муравьи, что-то еще. Ни вода, ни влажность. То есть будет все храниться, как есть. Вот такая вот баночка. У них есть разных размеров. Но для меда я вот решила взять такую. Хотя можно хранить и сахар, и конфетки разные. Ну вот, что захочется вам, все можно хранить. Вот такая вот миниатюрная, хорошая баночка. Не знаю, как-то, знаете, она мне к душе. Нравится она мне. Форма у нее такая приличная, хорошая. Вот. Ну вот такой вот у меня был небольшой заказ. Сайт Икея. Надеюсь, все-таки уже доберусь я до него. Очень уже хочется походить, посмотреть новинки какие-нибудь. Хотела бы вам еще раз напомнить, что Икея, прекрасная наша Икея, отправляет, ну, конечно, не все отправляет, но большинство, но много продукции отправляет почты России. Что очень удобно и очень важно. И, кстати, если что-то вам не подойдет, либо какой-то брак будет, либо, может быть, что-то побилось, они все без проблем принимают обратно и выплачивают. Вот. Все было упаковано в коробку и приложены документы. Здесь вот наименование, потом есть правила использования каждого изделия, да, и и акт осмотра. Акт осмотра, то есть, если вдруг что-то у вас там сломалось, побилось, либо еще что-то произошло, либо некачественное какое-то изделие, вы можете все это отправить и вам вернут деньги. Вот. Это вообще классно. Вот такой вот небольшой, но очень душевный, и очень нужный, полезный заказ был сделан мной на сайте Икеа.